Девушки отдыхают 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 Это человек настолько привыкает ему, что он думает, что у него уже ничего нет. Он только не понимает, почему у него в жизни ничего не получается. Он кажется, что на это есть какая-то внешняя причина. На самом деле причина заключается в том, что у него нет силы жить, что у него нет силы нормальной жизни. Ко мне подходила вчера одна женщина. И она много раз пыталась мне объяснить, что это какие-то внешние причины. Почему я так мог сейчас тяжело жить? Но причина была тут одна. Она просто попала в стресс и уже долго находится в нем. Сейчас у нас будет полтора часа, потом перерыв еще полтора часа. В первую полтора часа мы будем еще говорить о том, какие причины стрессов бывают. В первую полтора часа мы поговорим о том, как выходить из стресса. В следующий раз мы поговорим о том, что мы можем говорить о стрессе. В первую полтора часа, когда я учиться в индии. Там меня научили, просто человек произносит 2-3 слова, и я могу уже по голосу определить его болезни, его отношения с близким родственниками. Это важнее, чем научиться играть на фактопиаре. Там тоже нужен слух. Здесь немного слух по-другому работает. У нас на центральном радио Москва была передача. В Москва на козпоти радио, у нас есть мюша. Люди двое звонили. Да, то есть они пару слов не привезли какие-то говорили. Я рассказывал, какие отношения в их отношениях. Только мы извиняем. Это шутки, конечно. Но я это знаю тоже, но никто не стал доверить уже. Я не знаю, но никто не стал доверить. Это будет скандал в некоторых странах? Нет. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Это знание позволяет очень глубоко понять психику человека. Это знание. Это знание. Это знание. Это знание. Как мы понимаем психику человека и как он работает? Все функции психики развитые на различные части детали. Очень хорошо понятно, как они функционируют. Это знание. В современной психологии не может отличить мозг от ума. В многих языках даже нет отдельного слова для ума. Ум переводится как мозг. Ум – это тонкая структура. Мозг может умереть, но ум остается живым. И он же закладывает… в уме есть такие каналы психические, называются «шротасы». Это то же самое, как чертеж здание. Когда тонкое тело вместе с душой попадает сперматозой, а потом в яйцеклетку, то в это время тонкая структура тела разворачивается, то в яйцеклетку. И весь чертеж будущего ребенка видит. И весь чертеж будет видеть. И результаты начинают одновременно закладываться в разных частях тела в ткани, которые потом будут соединяться. И наш ученый современный до сих пор не могут понять, как анус закладывается отдельно, а рот закладывается отдельно. и как они точно соединяются, непонятно. Причина заключается в том, что эти клетки, они размножаются под влиянием этих тонких каналов. Есть такой шротас, Анна-Ваха-шротас, то есть канал пищеварительной системы лица. Он пищеварительную систему, весь кишечник, рот, желудок, все вот он соединяет. И там детали, в этом канале энергетически уже обрисованы все клетки, структуры, полностью, всего животка, кишечника и гортани, пищевода всего. И это описано было пять тысяч лет назад. И чтобы вместо того, чтобы нашим ученым взять, тогда все поизучать, и когда практику психиатрической больницы проходят, я похожие вещи читал, то есть это наука, психология сейчас в такие дебры лезет. Причина заключается в том, что она не знает, как устроена организм и психическая структура человека. И так, на основе этого знания мы сейчас с вами будем разбирать, как возникает стресс. Мы говорили на прошлой лекции, что понимание себя как личности бывает двух видов. Это ложный эго и истинный эго. А ложный эго считает, что счастлив ты будешь тогда, когда ты будешь все делать для себя. Но подобные действия они в пространстве толком, пространстве ума. Но эти церковь называют сопротивление окружающей среды. Например, если руководитель не хочет искренне заботиться о своих подчиненных. Для него деньги дороже, чем люди. То как бы он не убивался по сохранению предприятия. То, а как бы он не убивался по сохранению предприятия. Но все равно у него постепенно развалится. Потому что людям будет противно работать с таким человеком. Все уважающие себя самые лучшие специалисты будут уходить. Я изучаю эти законы, сделал свой предприятие, свой медицинский центр. И там сейчас такой закон. Что все получают за плату там. Кроме меня. А мне они дают столько денег, чтобы считать. И мне сколько денег они дают? И мне сколько денег они дают? И мне сколько денег они думают? То есть люди не жople уют. Никогда нельзя было нам вопрос. И когда у нас были трудные времена. Когда есть тяжелые годы. У России была кризис. Никто не ушел, все готовы были до последнего не есть, не пить, быть вместе. Если это сейчас сказать современным бизнесменам, тем людям, которые изучают бизнес, не потому, что это сумасшествие, но на самом деле сейчас очень много заблуждений мы имеем, потому что в Ведах есть такой научный труп, называется Дармашастра. Там описывается, как надо правильно строить отношения с причинением. И наши современные представления о бизнесе прямо противоположны. Некоторые гении, такие как Кави, они способны, то есть они понимают, что это неправильно, и свои новые модели отношений создают. И это в науке современного этих отношений в бизнесе, как ядерный взрыв. Потому что все эти отношения построены на финансовую стимуляцию людей. И даже семейные отношения сейчас во многих странах начали строить по этому принципу. Люди показывают кошелек, может сказать, что это, насколько ты меня любишь. У каждого отдельный счет, они отстёкивают детям, кто-то, 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 кто-то. Для себя. Потому что нет смысла так жить. Нет любви, нет доверия, нет чистоты. Полный бред. Итак, Веда объясняет, что есть шесть сил, которые разрушают судьбу человека. Первая сила называется кама. Или корысть. Это сила. Потому что когда она живёт в психике, её очень трудно победить. Мы говорили вчера, как разрушаются отношения между мужем и женой. Потому что женщина понимает по своему счастью. Для неё любовь означает, что муж что-то должен делать. А мужчина по-своему понимает честь. И это означает любовь, что женщина должна для него что-то делать. И эти понимания находятся в разуме. Нам называется кама. Или корысть. И человеку очень трудно понять, что он неправ. Потому что мы понимаем разумом. Женщина говорит мужу, почему ты разговариваешь со мной ненежно. Почему ты на меня не обращаешь внимания? Почему ты предпочитаешь другие занятия меня? Значит ты меня не любишь. То есть она разговаривает о его любви. И не понимает, что любовь означает не разговаривать о чужой любви. И не понимает, что любовь означает, что любовь означает не разговаривает. А он ей говорит, а почему ты меня не уважаешь? Почему ты улыбаешься в присутствии меня другим мужчинам? Почему вчера ты суп не пересолила? И он тоже это считает любовью, что он как бы... И подбегает ребенок и тоже кричит, вы оба плохие. Потому что вы оба не любите меня и не обращаете на меня внимания. Когда камма входит в жизнь семье, люди не могут остановиться в своих обвинениях. Стресс входит в семью, начинает жить в ней все серьезно сильнее. Даже собачка начинает гавкать на всех. Потому что этот враг имеет силу влияния на всех. Даже кактус на подоконнике начинает колоться. Счастье пропадает в этой квартире. И соседская собачка будет какать под дверью. Потому что это сила. Шесть врагов человека означает непобедимая сила. И непобедимая, потому что она находится внутри. И человек только своей собственной силой может восстать против этой силы внутри себя. И сказать себе, я буду нежно разговаривать с женой, как бы она со мной себя не вела. Потому что я это делаю для своего собственного счастья. Я должен испытывать счастье от таких хороших поступков. А не жить ожиданиями, когда мне будет кто-то другое счастье приносить. Потому что Веда объясняет, что счастье можно испытывать служа другому. Или получая служение. Если мы ждем, что нам будет служить и хотим такого счастья. Если мы ждем, что нам будет служить и хотим такого счастья. То в это время действует ложное. И оно убьет жизнь. Ведет тяжелейший стресс. Если же мы заставили себя испытывать счастье от служения. То это улучшает отношения. Это значит счастье. Дело в том, что чтобы пришла Кама в жизнь, себя не надо заставлять. Ребенок рождается, он уже хватает что-то. Если ты не попытаешься вырвать, он будет так. То есть Кама живет у человека с самого рождения в сердце. Но для того, чтобы служить другому, близкому человеку, для этого надо применять огромное усилие внутренне. Но для того, чтобы служить близко к тому, что у нас не будет большим счастьем. Это все полная иллюзия думать, что счастье просто возникает от того, что люди совместимы. Эти люди могут быть совместимы. Но если они пытаются служить друг другу. Рано или поздно их отношения испортятся, протухнут. Это неизбежность. К сожалению, в современной психологии не изучают этих вещей. Мы не знаем, в чем разница любить себя и любить другого человека. Мы не понимаем, что только любя другого мы можем себя оценивать правильно. Мы думаем, что если я себя люблю, значит все меня будут любить. Поэтому современная психология говорит, повторяй себе, ты хороший, ты самый лучший, ты самый лучший. И если Бог, кто-нибудь до него дотронет. И если человек, кто-нибудь из-за того существует. И сразу лопается. И он изучил психологию. Он пытается сделать вещь, чтобы у него никто не дотронулся. Но враги человека, они для того существуют, чтобы делать вид. Они взрываются внутри. И мы ничего с ними не сможем сделать. И мы ничего с ними не сможем сделать. И это сила попадает в психику человека. Он начинает гореть все сильнее и сильнее. Следующий враг человека. Да, вот этот враг человека, что он делает в корресте еще раз? Он вызывает постоянно противопоставления двух людей друг другу. Презультатив, вместо того, чтобы дома отдыхать. А человек дома устает еще сильнее, чем на работе. Именно даже домой ходить не хочется. Потому что там живет эта сила. И она разрушает судьбу. И она тоже имеет другой способ действовать в отношениях. Она рисует картину. В уме, что есть какой-то другой человек в жизни, который гораздо лучше, чем английский человек. И что с этим человеком у меня может быть чистая и высокая любовь. И так действует Кама. И правильно ли поздно человек видит какого-то другого человека? Он думает, что у нас чистая любовь возникла. У него были грязные отношения с близким человеком. А у нас чистая отношения с близким человеком. И в прошлой жизни мы тоже с ним вместе. И в прошлой жизни мы тоже с ним вместе. И они просто не понимают, что у нас есть любовь. Ведь если ты меня любишь, мой дорогой человек, пойми, что у меня любовь. Принимай любовь. Будь счастлив от того, что я люблю. Почему ты такой несчастный? Кама действует всегда одинаково. Не надо придумывать ничего. Человек просто рушит всю свою жизнь. Но если он строит свою чистую любовь на чужих костях, то по закону судьбы его семья тоже будет разрушена. Новая жизнь. Причем интересно это все происходит. Сначала судьба очень сильно привязывает таких людей друг к другу. Они очень сильно любят друг друга. А потом рушит их отношения. Для того, чтобы они испытали то же самое, что испытали их родственники. Поэтому Кама всегда действует одинаково. Поэтому Кама всегда действует одинаково. Сначала человек вызывает сильное чувство, желание наслаждаться. А потом будет тяжелый стресс. Он не может жить дальше. Он может жить дальше. Аммейк Анна поднимая, тут товар и ядник, наденна есть плеки. Следующий вид, следующий враг человек, это видоизмененная карма, желание испытывать счастье от других, и не думать о служении других, у нас рождается на самом нижнем психическом центре. Беда пишет, что есть семь психических центров. Самый нижний копчиковый центр, там концентрируется ложная вещь. А в области сердца концентрируется истина. Каким образом можно человека сердцем любить? А можно половыми органами. Имейте в виду, что это не одно и дождь. Если человек думает, что я хочу секс, значит я люблю. То это его заблуждение. И когда человек хочет секс, он хочет эксплуатировать другого человека. И даже если этому человеку будет плохо во время этих отношений, все равно будет свое дело. Но если он так действует камно. Но когда близкий человек уже отказывается выполнять мои желания. Это энергия камно. Она начинает подниматься вверх. А когда камно-энергия начинает подниматься вверх. Доходит и переносится. Здесь находится центр концентрации внимания человека. И вот в этой области находится ощущение цели человека. А здесь волевой цель для человека. Поэтому боксеры вот сюда бьют, переносит. Чтобы подавить волю человека. И когда доходит до сюда энергия. То глаза собираются в кучу. Они краснеют. И человек ничего не соображает. Он берет что-то, что кидает. Или кричит на него. Так происходит самым интеллигентным человеком. Самым разумным. Не имеет значения, какое воспитание он получил. Если второй враг человека, который называется кротха на санскрите. Или гнев. Если он завладел человеком. То разум перестает функционировать. В это время человек теряет память. Что хорошего есть близко к человеку. Да я объясняю про этого врага и спрашиваю в зале. Есть ли у вас какой-то человек, у которого вы не знаете ничего хорошего? И когда кто-то поднимает руку, мы начинаем разговаривать с ним. То кажется, что у этого человека есть что-то хорошего. Нет, другие. Мы начинаем изучать. И оказывается, что у него есть что-то хорошее. Но это просто капля в море по сравнению с тем, что у него есть подков. И когда я был в первом классе, у нас учительница начала ставить отметки. Я ее очень любил. И даже она приходила к нам домой. Она была очень близкой, знакомой. Но она была очень принципиальной. И она поставила мне две единицы. Первые две отметки. На этот же день я перестал видеть в ней хорошее. Я не видел, что в ней вообще хорошего может быть. И мне не хотелось вообще учиться больше у нее. Но мать меня заставила сделать уроки. Я сделал уроки. Пришел, меня спросили опять. Я ответил, мне поставило пятерку. После этого я сел и думаю, бурят руки, нормальный человек будет. Так действует кротко. Вышивая полностью понимание личности. И он может удивляться, как это люди о нем хорошо говорят. Ну как удивляться, как что-нибудь нехорошее вообще видеть. Да, да. И чудо-косниляет. Хоть может урона волами юг беседы. Нам из чудо-косни. Эрл зебелый юг модуль. Гнев разрушает жизнь человека. Например, если человек разгневался на своего начальника. То как бы он не скрывал этот гнев. Он все равно вылетит с работы. Гнев это самое сильное разрушительное в отношениях вещь. В отношениях высота гнев. Когда женщина гневается, она входит в спине обиды. Слезы брызгают в разные стороны. Из глаз. А мужчина, когда в гнев гневается, он в злобу входит. Принципиально это одно и то же. Но женщина считает, что обиды это справедливая вещь, а злоба несправедливая. Для мужчины не используют в себя. Он цель торговли, м somos в здании. Принципиально очень простые. Почему? Потому что, когда женщина обидается, она ничего плохого не делает? Потому что, когда женщина обидается, он вообще ничего плохого не делает. Она даже не говорит ничего плохого. Она так считает. Хотя она столько говорит, но она же из-за беды это говорит. Поэтому она хорошо говорит. Мужчина тоже не считает, что он в чем-то виноват? Потому что он говорит, я же прав! Гнев возлетляет психику человека. Поэтому, когда близкий человек входит в состояние гнева, в это время не надо смотреть ему в глаза. Потому что гнев передается, два человека начинают становиться двумя кобрами. Если две собаки гавкают друг на друга, попробуйте определить, какая собака начала гавкать первой. Так и судьба не определяет, кто здесь прав, кто не прав. Поэтому, когда близкий человек входит в состояние гнева, надо с ним соглашаться. Потому что это все равно не принципиально. Когда он выйдет из гнева, все равно заново можно все пересмотреть. Обычно вспышка гнева, безумие длится несколько минут. Если не подливать масло в воду. Поэтому надо просто захотеть в туалет в это время. И не то, что он психован и не то, что ему в длоку надо. Просто есть такая функция. Есть сила, которая называется гнев. И мы должны учитывать это. Если человек в хронический гнев входит, то это гарантия, что он будет в стрессе. Не важно, на кого гневаться. Можно даже на соседскую собачку возгневаться. Все равно результат будет один и тот же. Разразится большая война. Поэтому надо всегда контролировать свою гнев, пытаться. Успокоить себя. Начать прощать, пока ты не простишь своего. Человек в гневе может разрушить свою семью. Он может сделать такие поступки, которые потом дальше ему страшно будет вспоминать. И в это время вряд ли он понимает до конца, что он делает. Если мужчина один раз позволил себе ударить жену. Если женщина закатила истерику. В следующий раз она быстрее уже. Потом еще быстрее. И потом близкий человек уже видит, что дальше жить невозможно. Он разворачивает свой ход. Он больше не вернется. И не теряется. И только после этого человек трезвее. И начинает уже гневаться на себя. И начинает уже гневаться на себя. И держит себе голос. Бьется головой в стене. Гнев может действовать как туда, так и назад. Гнев может действовать. Поэтому как только ты заметил, что он в тебе появляется. Надо от страницов человека. От источника гнева. И если ты готова, то может быть инсультирует. И если ты держишь, то может быть инсультирует. Самый лучший способ избавиться от гнева, это пойти сразу под душ. Немедленно. Это помогает полностью освобождать от гнева. Ты уже через пять минут после душа побежишь близкому человеку или доктору, да? Как будто ты там пять минут назад изверел. И надо просто изучить, что это такое. И друг другу его прощать. Но не позволять. Когда человек близкий разгневался, надо ему говорить, что это очень опасно, так нельзя делать. Но ни в коем случае из-за этого его не надо ненавидеть. Потому что гнев – это болезнь разума. Если человек начал чихать, его из-за этого надо ненавидеть. Так же гнев – это как инфекция. Потому что он подвержен этой болезни. На самом деле гнев – это сила, которая живет на трудном плане и втаргается психику человека. И это сила. И это сила. И это сила. Она передается от одного человека к другому. Если ребенок слышал, как гневается отец. Если ребенок, как ребенок, как ребенок, как ребенок, как ребенок, как ребенок, он тоже вырастет и будет ненавидеть. Потому что его психическая структура пробитая сила. Для того, чтобы восстановиться и чтобы не было этих вспышек, нужно какое-то время в мирной атмосфере жить. Психологи описывают такой феномен, что если человек был на войне и сражался не в состоянии своего чувства справедливости, а в состоянии гнева. И если он тренирует, то если он не тренирует ли, то он не тренирует ли our minds, а не тренирует ли в себе человека. Скажите, даже в мирной атмосфере. Тогда он не пр dementает, покажи себе, что он умеет решить его возможности. Но он даже не может понять, что он у кого-то еще сделал. Это просто так действует гнев, это болезнь. Следующий враг человека – это глобка или жадность. Мы уже вчера затронули эту тему. У нас в психике существует очень большой такой сильный психический канал, который называется «Cittanadi». Он от центра ума и разума идет к чувствам и выходит наружу. И так же он работает снаружи внутрь. Если человек продукцирует счастье изнутри и привык так жить, то он этот психический канал «Cittanadi». И человек считает, что это есть настоящая счастье. Если человек что-то подарит, то он немедленно хочет подарить что-то взамен. Он не может быть потребителем. Он не может быть потребителем. И он хочет для других делать всегда больше, чем делает для него. Веды говорят, что это здоровое состояние психики. В нем человек будет чувствовать себя очень комфортно. И все ситуации, события жизни он будет переносить легко. Такие люди называются сильными. Они потрясения внешние не пугают их. Допустим, человек теряет квартиру, и он спокойно относится к этому. Ты не знаешь, что он такой. Просто он не выходит из равновесия. Он понимает, что серьезное событие в жизни произошло. Но если человек привык, что этот «Cittanadi» психический канал работает наоборот, что он счастье ждет всегда снаружи. И он не может жить без этого подпитки внешней. Если его самое лучшее развлечение – это шоппинг. Если он что-то не купил, не приобрел, значит он плохо себя чувствует, ему тяжело жить становится. Если для него самое поесть, это самое большое веселье. Что-то внутрь должно поступать. Или в квартиру, или в живот. В этом направлении. Это означает, что следующий враг поразил его жизнь. Этот враг называется «Лобка жадность». Он нас жертвая, обжорствует. Человек постоянно не удовлетворен. Он постоянно выходит за напряжение. И психически быстро истощается. Из-за этого истощения ему надо больше есть, чтобы пополнять психические силы. Истощение происходит по одной причине. О, что мы ждем, не всегда осуществляется. Иногда наши ожидания оправдуются. Иногда нет. Два человека работают. Один наслаждается действием. Один просто отработает. того, что он это все делает и носит счастье от этого, а другой работает и ждет зарплаты. Зарплату получает оба. Один получает просто самособой ее, а другой дожидается ее. И все вроде нормально. Но если, не дай Бог, в этот месяц они не получат зарплату, то один спокойно к этому отнесется? И он ничего с собой не сможет сделать. Он начнет, хотя очень плохо. Он неудачь температура тела повысится. Он придет домой напьется, наестся, и он не сможет заснуть даже. И на следующий день он не сможет нормально разговаривать с начальником. Он не сможет нормально работать. У него снизится работоспособность. И в результате он может потерять работу. И жадность это интересно устроено в этом мире, что если человек сильно чего-то хочет, он никогда это не получает. И если девушка мечтает, то будешь и мужом, то то что ей положено по судьбе? Она этим наслаждается раньше, чем это получает. Это означает, что с каждым днем ее возможность прийти замуж ставить. На самом деле именно в этом ожидании кроется причина шизофрении. Это психическое заболевание, при котором человек постоянно о чем-то мечтает. Это психическое заболевание. Он не может жить настоящим. Ему постоянно хочется чего-то когда-нибудь. Так он становится Наполеоном постепенно. Или еще кем-то. В этом роде. Когда человек сильно хочет квартиру, думает о ней, ждет ее. Это явный признак, что на июне дождется. В ведической психологии есть такой тест. Будет событие успешным или нет. Если человек получает квартиру, я получил квартиру! Я получил квартиру! Я получил квартиру! Я получил квартиру! Ууу! Выигрывай! Мы купим локасца! Это значит, он получит фигу без масла. Никаких шансов. Неблагоприятный признак. Человек радуется раньше, чем пришел сюда. Сейчас мы с вами проведем такой опыт. Вы сейчас поднимите руки, из вас будут два лагеря. Одни получили само собой жилье в своей жизни? Ну, просто само собой, как обычно. А вторые сильно хотели жилье, сильно напрягались. И так, кому само собой пришло? Посмотрите. Теперь, кто сильно сражался, сильно хотел. Кто сильно сражался, сильно получил. Поднимите. Смотрите. Всего четыре человека. Везде. Видите, как? Это бывает на самом деле. Поэтому люди объясняют, ничего не надо ждать. Надо просто смело выполнять свой долг в жизни. Если девушка хочет выйти замуж, она должна почувствовать себя, как женщину, очень счастливой. Она должна понять, что счастье заключается в том, что она женщина, а не в том, что она выйдет замуж. И для того, чтобы почувствовать себя женщиной, для этого надо прямо сейчас начать всем служить, как женщина. Надо кормить бабушек, дедушек. Любить подружек. Любить родителей. Любить родителей. Заботиться о всех вокруг. А то, кто может заботиться. А то, кто может заботиться. Чечек кормить на улице. Девевца сажать. Во дворе. Со всеми здороваться. И сутбаться. Всех любить. И утвердиться в себе, как женщина. И тогда мужчины выстроятся в ряд, в очередь. И ты будешь думать, что это не очень. А это не просто. 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 Я не шучу, это правда. Но для того, чтобы стать такой женщиной, надо победить жальность в твоем сердце. Вастать против нее. И не жить в будущем. И не жить в будущем. А начать в будущем. А начать в будущем. Как женщина прямо сейчас. То есть так же мужчина, если он хочет добиться успеха в жизни. Он должен очень смело идти вперед. Он должен очень смело идти вперед. А ко мне пришла одна женщина на прием. И сказал, что мой муж уже три года не может устроиться на работу. Он был руководителем фирмы. Фирма развалилась. И он сказал, что он теперь не может работать ни тем, кроме как руководителем фирмы. И на самом деле он даже уже не может быть руководителем своих штанов. Потому что их покупает жена. Потому что он не понимает, что враг огромной силы, разрушительной силы зашел его психику и живет там. Это враг, но разрушительной силы. И признаки его это ожидание. Когда человек начал жить завтрашний днём. Он ждет чего-то. Это значит, что враг уже пришел его. И он может реально разрушить всю его судьбу. Если вы увидите на улице людей, которые постоянно чего-то просят, это значит, что они уже живут много лет с этим врагом. Это означает, что уже много лет они живут в сердце. Бывает, что молодые люди становятся нищими, кроме как просить ничего не могут жить. И я сразу подошел молодым человеком, И спросил его, что не можешь найти себе работу. Он говорит, я не могу найти себе работу. Я каждый день ходу и спрашиваю работу. Я спрашиваю, у вас есть работа? И тогда ему отвечают, есть. У него начинает беспить был зал. И работодателям говорит, нет, нет, нет. Почему? Нет. Я в одном городе проводил лекции, провел такой эксперимент. Ко мне в зал выходила женщина, которая несколько лет слушает мы лекции. Она хотела подарить мне цветы. Я сказал ей, мне не нужны ваши цветы, но я хочу, чтобы... Когда она шла еще. Но я хочу, чтобы вы мне подарили эксперимент, который мы поставили. Она говорит, я согласна, но цветы я тоже дам. Я подумал, посмотрим. А я подумал, ну, может, мы глянем. Когда она пошла, я побежал к ней. У меня глаза блестели. Я начал говорить, спасибо, спасибо, не знаю, что можно сказать. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. И она интуитивно даже не понимает. Она начала отстраняться. Потому что она хотела в ней с сердцем подарить. Она не смогла, потому что я хотел взять с ней. Она начала отстраняться, чтобы ей подарить с ней. А не так вот становится. Человек, который чего-то хочет, он лишается всего. Женщина пришла ко мне и сказала, что она была очень красивая. Она говорит, я могу вот так вот любиться и чтоб меня влюбились. Вот так вот. Замуж я выйти не могу. Но замуж я выйти не могу. Объясните, почему. Я ей объясню. Потому что она, когда кто-то начинает в нее влюбляться, она сразу уже думает, что это ее муж. Уже готово. У меня уже шкирку, постель. Дальше мне интересно. Мы считаем, что она не верит кешмарлась. Гудбай, мадон, гудбай. Почему так происходит? Потому что жадность ее уничтожает. А если мы начинаем чего-то ждать, это значит, мы убиваем свою судьбу. Это значит, что мы убиваем свою судьбу. Если человек ждет отметку, это значит, что он разрушает свою жизнь. Если человек копит на машину и ждет ее, значит, он разрушает свою жизнь. А не знает, что он не будет вошел. Просто его ожидание не убивает отношения с родственниками. Это значит, что они не думают о работе, но они только о машине. Они не думают о работе, а только о работе. Они думают о работе, а только о работе. И жене на них. И рушатся его любовь. И еще. Через 10 минут. Еще 10 минут поговорим. И еще осталось несколько врагов. Что делает жадность? Она напрягает человека, она заставляет его курить. То есть одна причина есть укурения, нет укурения. Именно жадность заставляет человека курить. Он пытается снять напряжение, с которым он не может жить. Жадность заставляет человека кушать лишнего. Чтобы снять с себя напряжение. Иногда даже пить. И навсегда делает человека несчастным. Он теряет всю жизнь. Смотрите, у нас счастье, если взять все счастье, сделать в виде круга, то определенное количество счастья предназначено для семейных отношений. Аккоррой, а он испытывает счастье от своего здоровья человека. Аккоррой, а он испытывает счастье от своего здоровья человека. Определенное счастье от воспитания детей. Определенное счастье от работы над собой. Определенное счастье от изучения чего-то. И определенное счастье от того, что он получает средства, значит, с зарплатой. И если человек начинает все свои мысли фокусировать на зарплате, то он думает, что от денег все его счастье зависит. То он начинает или интенсивнее, или больше работать. Аккоррой, а он начинает интенсивнее, или больше работать. То есть, возможности общаться с ребенком уменьшается. Возможности отдыхать уменьшается. Летости пихать уменьшается. Здоровье уменьшается. Возможности съездить в отпуск уменьшается. Летости любить жену уменьшается. И даже возможности начинать детей уменьшаются. Он изменяет всю свою жизнь. Он думает, что он тебе очень большую пользу делает тем, что он больше работает. Потому что жадность вводит его в иллюзию. Когда он остается у разбитого корыта, и когда он остается нищим, он трезвеет и понимает, что что-то ужасное произошло. Следующий вид врага-человека называется моха. Или иллюзия, что я могу немедленно быть счастливым. Этот враг сейчас очень эффективно использует бизнес. Он использует эффективно. Википатик. Википатик. Когда я приехал в Америку. Когда я приехал в Америку. Когда я приехал в Америку. И там дом стоит. Один кошек купить дом, надо миллион долларов. Вот. А если вы хотите купить дом, то 1 миллион долларов. В среднем американском надо работать 25 лет. Все американцы считают главное в жизни купить дом. И все берут кредит. И когда я провел 150 консультации. И людей в принципе есть какие-то деньги. Не знаю, что большие. И некоторые люди очень сильно болеют. И когда я предложил им полечиться в Москву съездить. Оказалось, что проблема не в деньгах. Проблема не в том, что они не хотят ехать. Просто у них нет ни одного свободного дня в году. Каждый день они должны работать. Иначе они не смогут отдавать свой кредит. Это классическое проявление мохи. Человек сам себя делает рабу. И думает, что он самый свободный человек. И что сгондают? Хотя фрюген улэг савадом эмбер. Веда объясняет, что человек может взять кредит. Но только в том случае, если он может легко его отдавать без всякого напряжения. Если вам нужна три комнаты, то квартира. Продолжение следует. Если вы снижте кредит на лаках. Уже плачет. А когда вы платите, возьмите еще один комнат. Утапно, когда вы платите, возьмите еще один комнат. И так постепенно вывести квартиру. Очень как на странного человека на меня сейчас посмотрите. Ну ты что-то мужик, не оттуда приехал. У нас здесь все под руку, он работает. Мога очень сильно проникает сейчас в сердце людей. Они в основном не принадлежат себе. И только в Америке это происходит. Я это заметил также в Германии, когда я иду, читал в прошлом году лекции. Похоже, вас тоже немного это заразило. Будьте осторожны. Я видел много людей, у которых полностью разрушена жизнь. Веде объясняют, что мы не можем полностью запланировать всю свою жизнь. Веде модернизируют, что мы не можем полностью запланировать всю свою жизнь. Иногда наступает такой период аскрологический, что человек не может работать. Ему надо отдыхать. Это 4-5 лет бывает один раз. Месяц или два месяца надо просто отдыхать. Значит два варианта. Или ты станешь инвалидом, или ты убьешь себя просто. И люди, попав в эту кабалу, они не могут все посмотреть. Они просто становятся инвалидами, или умирают они. Это инфаркты. Это реальность, которая является более реальной, чем... Это реальность, которая очень важна, чем вы мечты, вы платить весь этот крючок. Но есть только одна гарантия в этой ситуации. Но есть только одна гарантия в этой ситуации. Вы точно померете в своей квартире. Вы просто, что человек лакаса, вы не сможете отдыхать. Вопрос только заключается в том, что дальше будет в этой квартире. Вопрос в том, что человек лакаса не может отдыхать. Но это уже хорошо померете в этой квартире. Удобно, комфортно. Будьте осторожны. Это объясняет, что надо очень относиться к этой идее, что я прямо сейчас могу быть счастливым. Вопрос в том, что я могу быть счастливым. Это счет своего будущего труда. Может быть счастливым, но самая ювая работа араба. Другой пример, как действует этот враг на человека. Это hj Это первый враг. И он потом думает, что это все ерунда отелейки. Надо изучить, как работает эта система, начать играть на биржах. Уважать большие деньги, рисковать научно, и получать большие деньги. Есть одна знакомая, которая была руководителем нашей компании. Она была уважаемым человеком. Она к тому же верующий человек. У меня даже есть наставник. Но у меня появилось две подружки, которые запудрили мозги этой игрой на бирже. И, несмотря на уговоры ее наставника, у меня мои уговоры. Я ей объяснил, что такое муха, как она действует науне. Она все равно начала, как она действует науне. И вот уже три года она не знает, как вылезти из судов. Она потеряла работу. Потеряла уважение в общество. Потеряла друзей. И даже практически испортила отношения со своей сестрой. Она только благодаря молитве. Она постепенно все восстановилась. Несомненно, какие-то потери остались. Бог — это страшная сила. Она разрушает разум. Бог — это очень сильная сила. Она так же способствует создавать интеллигенцию. Поэтому, если вы в Ак-Рейке начали играть, подумайте, что вы играете с огнем. Что вы играете с огнем. Я как-то бросал в огонь строительные патроны, которые вызывают позиции. Это тоже Бог. Я отскакивал и думал, что я успею отскочить. Когда она взорвется, я слышу, как взорвалось. Я одна женщина проходила мимо и сказала, что когда-нибудь наступит такой момент, что ты не успеешь подскочить. Этим патронам. Строителям даст по башке. Я подумал, что да. И через несколько патронов мне дало по башке. И еще пару лузер утром фейбе коптал. Фейбе коптал. Но это не пробивает пуля. Это не пробивает пуля. Не пробивает лук от фейбе. Но я решила на гюте. Сейчас может. Постоял, но больше уже не бросал. Тебе тут ворует нам добавил. А ты сделаешь? Кичит. Киев за ротом. Вороствует это то же самое. Вороствует. Лупаш. Судя нас. Да. Человек ворует. Он тоже самое делал. Да. Да. Муха. Вороствует. Да. Человек надеется, что у него все будет классно. А если человек ворует, это значит, что он когда-то сам воровал. А если человек ворует, то это значит, что он когда-то улетит. Может быть в этом. Может быть в этом. Может быть в этом. Может быть в этом. А если сам человек от себя нет, то что не отрабатывается. Что? Что? Когда был в Армии. Когда был котеном. Меня кормили салом большими кусками. Ну, они салом, а даромок алетертик. И кашами только. Салой и кашей. Но я уже когда хотел быть вегетарианцем. И я не хотел так кушать. Но родители не могли мне посылать деньги, потому что они были небогат. И одно время меня послали работать на почте. И я научился осенью определять, в каких конвертах деньги. А как половину выписывают? Как половину выписывают? Я до этого никогда не воровал, и после этого никогда не воровал, и вот из-за того, что я хотел кушать ранее, вернуло мне крышу, и я начал воровать, и я очень-очень корился за это все. И в конце концов я остановился, и раскаялся очень сильно, и было очень больно, но потом много лет подряд у меня тащили, тащили и тащили, я точно знал, за что, и в какой-то момент у меня, так как сердце. И я понял, что закончилось. И я понял, что это уже закончилось. Поэтому даже в этой жизни может быть. Обязательно в прошлой. Когда у меня закончилось, я понял, как это ужасно, вообще хотя бы что-то взять, что делать. Когда у меня это произошло, то я понял, что у меня была в сердце, что один раз я шел в Москве. И на земле лежала пачка и купил. И я успокоен, пожалуйста. Я пришел домой. Я пришел домой. И там я увидел ужасную дорогу. И там я увидел ужасную дорогу. Я увидел, что появился новый вид преступления, когда подкладывают деньги. Потом, когда человек их взял, ему говорят, что пойдем отдадим деньги тому человеку. Он говорит, что это он, но у него упал. И ты идешь, отдаешь, 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 отдаешь. Он говорит, что там было в пачке. Что это? Ты считаешь, что там два раза меньше. Ты считаешь, что там два раза меньше. Сейчас вашу китку давай. И еще куда-то я grabал, что помнишь. Эй, висса пенс. Ну, десять минут перерыв. Десять минут перерыв. Спасибо. Спасибо. Спасибо.